Всем добрый день еще раз. Меня зовут Эдиль Иралиев. Я из партнерской группы «Прецедент», которая в Кыргызстане. И сегодня я расскажу в целом про работу «Прецедента», которая проводилась в сфере государственных закупок с 2020 по 2021 год. В целом направление работы строится по четырем аспектам. Это первое – мониторинг государственных закупок. Второе – это обучение, правовая поддержка гражданским обществом. Далее мы проводим правовое просвещение, информационные статьи, анализы обращения и, конечно же, участие в законодательском процессе, как неотъемлемая часть нашей работы. И коротко о каждом направлении. Первое – мониторинг государственных закупок. С августа 2020 года по февраль 2021 года мы совместно с Open Contracting Partnership проводили мониторинг ковидных закупок. И как раз-таки тогда мы разрабатывали чек-лист по мониторингу, который включал в себя такие моменты, как сравнительный анализ цен, публикуются ли, какие документы публикуются, обязательные, допустим, протокол вскрытия, протокол оценки. Также проверяли аффилированность участников, закупающих организаций, участников между собой. Определяли стоимость цены товара за единицу и так далее. В основном проверяли контракты, сумма которых превышала полмиллиона сумм, чтобы была какая-то значительность мониторинга. В целом, по результатам мониторинга мы выявили такие общие на тот момент проблемы. Это отсутствие сведения о заключенном с поставщиком договоре. То есть закупающие организации не публиковали на портале госзакупок информацию о заключенных договорах, тогда как закон требует обратного. Некоторые закупающие организации объединяли несвязанные между собой предметы закупок в один лот, чтобы скрыть одну из закупок. И третье, одна из таких моментов было то, что некоторые закупающие организации показывали, точнее, в сведениях указывали бренды товаров, торговые марки. Были случаи, когда они просто размещали фотографии и говорили, типа, нам нужно такой-то товар. Дальше. Работали также с открытыми данными в части определения аффилированности. То есть мы искали информацию по сети интернет, в базах открытых источников, которые есть в Кыргызстане. Это база Минюста, это открытые данные по бюджету, это база налоговая и так далее. То есть это мы... Хотелось бы сразу отметить, что мы проводили ручной мониторинг. То есть мы в ручной искали информацию про ковидные закупки, про закупающих организаций, про аффилированность. То есть это было делано все вручную. Один из примеров на то, как медицинские маски одноразовые поднимались в цене, как их цена вообще была в период ковида. Если вы посмотрите, в августе 2019 года, допустим, цена за одну маску варьировалась в районе двух сом. Но уже к марту 2020 года, через несколько месяцев, цена возросла до 20 сом. И, конечно же, постепенно, как цена опускалась. Это как пример того, какую работу мы проводили. Это еще один пример по защитным очкам. То есть в начале было 50 сомов в начале пандемии в Кыргызстане, то есть в марте. И к апреле через месяц цена достигла уже 400 сомов за одну маску. В целом, какие результаты были? Мы по результатам мониторинга выявили нарушения, по которым направляли обращение в департамент государственных закупок с описанием нарушений и возможных путей решения данных проблем. Информационное просвещение. Мы запустили ряд информационных статей, которые касались непосредственно результатов нашей работы. Какие проблемы мы видели, мы об этом писали. По законодательству это будет, по порталу это будет. То есть всю нашу работу мы освещали. Также законодательное предложение. По результатам работы, по мониторингу, мы выявили ряд пробелов в законодательстве. Основной из них это было отсутствие ответственности за нарушения со стороны закупающих организаций в тех или иных норм закон о государственных закупках. То есть по этому вопросу мы подготовили законодательное предложение. Это было в начале 2021 года. И буквально к концу 2021 года в новом кодексе о правонарушениях, который как раз-таки должен был определять ответственность, появилось наше предложение о включении такой ответственности, что она должна быть. Второй момент, второе направление нашей работы – это обучение правовой поддержки гражданского общества. Команда «Прецидент» старается быть в курсе всех изменений, новостей, связанных с государственными закупками, будь то это нормативная правовая часть, будь то информационная часть. Мы проводим обучение представителей гражданского общества и оказываем правовую поддержку представителям гражданского общества, в том числе и журналистам-расследователям. То есть об этом я чуть позже дальше расскажу. Обучение мониторингу государственных закупок представителей гражданского общества. Мы совместно с Open Contracting Partnership с конца прошлого года разрабатываем учебный модуль, который будет состоять из 15 тем и рассказывать историю установления государственных закупок Кыргызстана с 90-х по сегодняшний день. В целом, как проводить мониторинг государственных закупок, на что обращать внимание, как взаимодействовать со СМИ, с государственными органами. То есть этот модуль будет включать, по сути, всю информацию, которая необходима для будь то начинающего, либо уже продвинутого пользователя государственных закупок, либо мониторщика, который будет как раз таки мониторинг. Обучение права и поддержка гражданского общества. Права и поддержка представителей гражданского общества. Это один из примеров того, как мы провели успешную адвокацию совместно с гражданским обществом. Министерство финансов в прошлом году осенью вынесло проект закона о внесении изменений, действующий закон о госзакупках, которым предлагало все государственные закупки передать частным торговым площадкам. Мы, конечно же, этот вопрос проанализировали, сделали анализ к самому проекту закона и пришли к выводу, что такая мера не подходит Кыргызстану и нет смысла передавать все закупки частным торговым площадкам. Там были коррупционные схемы, которые могли быть. И мы подготовили, соответственно, этот анализ, подготовили обращение, под которым подписалось свыше 50 организаций гражданского общества. И в итоге парламент отклонил инициативу Министерства финансов. И вот такой был успешный опыт облакации совместной. Обучение, права, поддержка гражданского общества, консультирование при проведении журналистских расследований. Возможно, вы знаете про ситуацию в Кыргызстане, связанную с журналистом-расследователем Болотом Пемировым и его командой. Мы с 2021 года работаем с командой Болотом Пемировым в части консультирования, правовой поддержки его журналистских расследований, с постарственными закупками, не только. И как раз таки на сегодняшний день мы собрали команду адвокатов, которая как раз таки занимается правовой поддержкой Болотом Пемировым в его уголовном деле, связанной с его профессиональной деятельностью. Правовое просвещение. Мы готовим аналитические материалы, информационные статьи на текущие события, связанные с государственными закупками. То есть, публикуем мы их у себя на сайте. Кто хочет, пожалуйста, просещайте наш сайт, смотрите, там очень много информации, связанной с государством. Участие в законотворческом процессе. Мы, как организация, которая работает в сфере права, постоянно на регулярной основе проводим мониторинг законодательных инициатив, не только связанных с государственными закупками. У нас как бы общий широкий спектр работы, связанных с законодательными инициативами и процессами. Мы готовим правовые анализы, экспертизы на проекты законов и направляем в законотворческий орган, публикуем в социальных сетях, обращения делаем, связанные с тем или иным законом, где высказываемся как раз-таки относительно нашей позиции, связанной с тем или иным законом. И успешные кейсы, которые у нас были в законотворческом процессе в 2021 году. Первое, это, как я отметил, законодательное предложение в части ответственности по государственным закупкам, нарушениям со стороны закупающих организаций. Наше предложение отражено в кодексе о правонарушениях. Второе, это правоанализ прецедента по инициативе Кабинета министра, связанной с передачей всех государственных закупок частным торговым площадкам. То есть результат проекта закона был отклонен парламентом. И третье, в 2021 году Кабинет министров вынес на общественное обсуждение новый проект закона о государственных закупках, на котором мы также готовили свой анализ. Часть наших предложений была учтена в проекте закона, но дальше этот проект направлен в парламент, где мы будем работать с парламентом, с депутатами в части того, чтобы наши предложения были точно определены в проекте нового закона о государственных закупках. И на этом у меня все. Это наши реквизиты, контакты. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.